Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет новостной ролик, в котором мы затронем сразу три горячие темы. Первая, это программа «Минус 10%» или «Семейный автомобиль». Все вы про нее уже слышали, поэтому сегодня мы разберем все самые важные нюансы и детали, на которые вам стоит обратить внимание, если вы планируете по нее попасть и купить по ней автомобиль в ближайшее время. Вторая тема, это, конечно же, наш коллективный сговор на закупке автомобилей. Все четыре списка готовы, я их уже все разослал, поэтому сегодня я расскажу все нюансы, подробности, проинформирую вас о том, как идут наши дела. И третья тема, она как бы вытекает из второй, я обязан вас проинформировать, поставить в известность, все вам честно рассказать, поэтому досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Для вашего удобства сейчас на экране вы видите тайм-код, также он есть в описании, с какой минуты начинается какая тема. Мы не будем размазывать кашу по тарелке, начинаем прямо сейчас. Поехали! «10%» или «Семейный автомобиль» действует программа с июля 2017 года, а именно российским банкам предоставляются субсидии на покупку автомобилей, которые идут по цене до 1 миллиона 450 тысяч рублей. При условии, что это будет ваш первый автомобиль или же у вас есть два и более ребенка. Все это нужно подтверждать обязательно документально. И вот первая мысль, которая возникает в головах у людей, у кого есть в принципе вся сумма целиком, что можно прийти и взять кредит, что это как раз тот случай, когда ты берешь кредит и получаешь хорошую скидку. 10% это практически 145 тысяч рублей максимально можно снять. Берешь кредит, а на следующий день приходишь спокойненько, закрываешь его досрочно, тем самым ты делаешь небольшую переплату по процентам и таким образом ты как бы остаешься в плюсе. И вот здесь есть основной подводный камень под названием «Страховка жизни». Подписываясь на такой кредит, вы однозначно ее получаете. То есть вам ее 100% рассчитают и навяжут ее именно в сумму кредита. Поэтому обязательно нужно для вас индивидуально ее просчитывать и посмотреть, какую же сумму вам рассчитают. Называть сейчас примерные цифры я не буду, потому что все это делается индивидуально. Вам достаточно взять телефон, позвонить в автосалон и сделать предварительный расчет, и вам уже назовут эту сумму. И вот зная эту цифру, нужно однозначно брать калькулятор и начинать считать, вообще выгодно ли вам будет участвовать в этой программе и на сколько вы сэкономите денег. Потому что есть варианты такие, то что вы пойдете и возьмете потребительский кредит без страховки на жизнь невозможно. Вам это будет даже выгоднее, нежели чем эта государственная программа. Сам факт оформления кредита ведет к обязательному страхованию КАСКа. Но вот здесь есть две тонкости, о которых почему-то до сих пор не все знают. Но вот первое, обязательно читайте условия кредитного договора. Банк вас обязывает сделать КАСКу, но он не обязывает вас сделать КАСКу именно в салоне. Вы можете сделать ее без проблем на стороне, но менеджеры вам будут говорить о том, что у нас это выгоднее посчитать. Возможно, такое тоже бывает. Но не забывайте о том, что если у вас есть знакомый брокер, вы без проблем можете оформить КАСКу у него. Это раз. Второй нюанс, это по условиям кредитного договора, вряд ли банк будет от вас требовать сделать максимально полную КАСКу, которую вам наверняка будут навязывать в салоне. Вам будет достаточно сделать только защиту от угона и тотала. И страхование угон-тотал значительно экономит вашу денежку. Вот эти два нюанса обязательно учитывайте, ведь менеджеры в автосалонах всегда про них умалчивают. О чем многие начинают задумываться, когда узнают вообще про эти госпрограммы? Так это о том, что можно прийти в автосалон, увидеть комплектацию, которая будет стоить, ну, допустим, миллион шестьсот, поторговаться с менеджером, получить от него прямую скидку, как от салона тысяч, так в сто пятьдесят. Это, в принципе, реально, как вы знаете. И еще поучаствовать в этой же госпрограмме. То есть, таким образом, получить сразу две скидки, прямую и от государства. Сегодня прийти в салон и какого-то менеджера подбить на это, вряд ли получится, потому что все те, кто поначалу в этом принимал участие, а такие были, которые действительно устраивали, так сказать, махинации, по факту их поймали и были вынесены им штрафы. Это проверенная информация, так сказать, от первоисточников. Тем не менее, когда общаюсь я с менеджерами салонов, некоторые говорят то, что да, есть какие-то еще лазеечки, я думаю, что они будут появляться, потому что эту скидку делает вам не салон. Непосредственно 145 тысяч максимально возможную скидку делают банки. Салоны эти деньги свои получают обратно. И здесь важно знать, что программа распространяется далеко не на весь модельный ряд и не на все комплектации. Если вы присматриваетесь к какому-то автомобилю, то рекомендую сперва позвонить в автосалон официальному дилеру и спросить, на какие модели у них распространяется вообще эта программа. Потому что, так, например, вот простой вам примерчик, Kia Optima вообще не участвует. Mazda 6 участвует только в трех комплектациях. То же самое есть с Toyota Camry. Поэтому однозначно всегда сперва узнавайте, чтобы не получилось так, что вы сидите, тратите ваше время, мечтаете о покупке автомобиля, а по факту приходите и узнаете, что он вообще в этой программе не участвует. Давайте подведем итоги. Для того, чтобы понять, выгодно ли вам вообще участвовать в данной госпрограмме, вам нужно, первое, позвонить любому официальному дилеру и сделать предварительный расчет на кредит, чтобы понять сумму переплаты за кредит, плюс сумму, которую вам рассчитают за страховку для жизни. Второе, узнать, участвуют ли интересующие вас модели комплектации в данной госпрограмме. Третье, сделать предварительный расчет также по КАСКО, после чего все это суммировать, побить по калькулятору и сделать для себя выводы, выгодно ли вообще вам участвовать в данной госпрограмме и сколько же вы на ней сэкономите. И вот это, мной вышесказанное, самое основное по вот этим госпрограммам. Семейный автомобиль, там идет та же самая процедура, только вам нужно будет предоставить документы о том, что у вас есть двое детей. Если я не ошибаюсь, эти дети должны быть несовершеннолетними. Еще раз повторю, не забывайте о том, что скидку делает непосредственно банк, а он зарабатывает именно на страховке для жизни. Все основные нюансы по этому вопросу вы услышали, поэтому принимайте решение самостоятельно. Мы идем дальше. И вторая тема, это, конечно же, наиболее интересная для всех участников, да и не только участников. Всем нам с вами интересно, что же получится из нашего коллективного сговора. Поэтому давайте я вас прямо сейчас проинформирую о состоянии текущих дел. Напоминаю, четыре списка составлены. Первое место у нас занимает CX-5, там 32 участника. Второе место занимает Mazda 6, там 22 участника. Третье место занимает Kia Optima, там 13 участников. И замыкает наш круг Toyota Camry в 11 человек участников. И вот тут от себя скажу честно, я даже не ожидал, что это будет настолько все муторно, трудоемко и занимать столько много времени. Вот смотрите, я сейчас каждый день прихожу с работы по 3-4 часа, сижу за телефоном, прозванивал людей, когда составлял все списки, списывался с каждым, потому что на самом деле поток был очень большой, больше 100 людей вообще хотели поучаствовать. Многие интересовались, просто так спрашивали про другие автомобили. По факту же один звонок дилеру занимает примерно 25-30 минут. Вот я сначала тоже подумал, а что так долго-то? А по факту пока соединят с ним, пока ты им все расскажешь, кто ты, что ты, зачем вы это делаете. Вот я вам честно говорю, когда созваниваешься с менеджерами, они вообще не понимают, в смысле ты не будешь брать денег с участников, в смысле ты не будешь просить с нас денег. Они говорят, тебе это зачем вообще надо? Но они представляют то, что это на самом деле долго, муторно, потому что это тратится на это очень много времени. Я вам объясняю, канал, все дела, хотим сделать эксперимент. И вот многие из них прям упираются и говорят, нет, какой-то здесь есть подвох. И даже был один дилер, который вообще отказался принимать участие, давать какие-либо цены, потому что он заподозрил меня именно в перекупе. То есть он подумал, что я сейчас куплю эти 11 автомобиль с наиболее низкой ценой, а потом их буду самостоятельно продавать. Но я понимаю, что многим из вас эти организационные моменты вообще не интересны, все хотят уже услышать цены. Так вот, смотрите, я сейчас что сделал? Все эти списки разослал всем официальным дилерам. Всю прошедшую неделю только этим и занимался. И сейчас уже идут, поступают предложения первые. Вот для затравочки могу сказать, вот смотрите, есть уже одно предложение от официального дилера Мазда, который говорит всем участникам минус 100 тысяч на машину раз, если будет трейд-ин, минус 100 тысяч сразу, как скидка два, и 50 тысяч рублей он дает каждому из них, чтобы они выбрали самостоятельно какие-то доп. оборудования для себя. Я понимаю, что это не вау-предложение, но это одно из первых, потому что все они знают, я их каждому сказал, что у нас будет идти самый настоящий тендер. Естественно, мы будем добиваться понижения цены всеми возможными способами. Поэтому каждый дилер об этом проинформировал, и я буду каждому из них отсылать другие предложения, для того, чтобы они могли видеть и давать цену как можно ниже. Потому что стандартная скидка нас никак не устраивает, мы же хотим коллективно получить как можно больше плюсов, соков, скажем так, и больше подарков, но в первую очередь сэкономить именно деньги. Также есть уже хорошее предложение по Кии. Так, например, вот я составил список из 13 человек, и каждому прямо менеджер прописал, кому сколько сделает скидку, там до 70-100 тысяч рублей даже доходит, так еще в итоге он каждому дает индивидуальные подарки. Кому-то ставит спутнику и сигнализацию, кому-то механические блокировки ставит, кому-то дарит даже зимнюю резину. Поэтому по Кии тоже реально есть очень хорошее предложение. И по Тойоте тоже, конечно же, есть хорошее предложение интересное. Вот их почему-то приходится некоторых даже упрашивать, чтобы они вообще взглянули на список, потому что они чего, 11 человек, ну и что вы хотите, вот есть прайсовые цены, но такие единицы, потому что есть уже человек, который прозванет, постоянно мне звонит, спрашивает, ну как дела, и мы готовы участвовать, вот наши цены, давайте обсуждать, приезжайте. Все они хотят, чтобы я, конечно же, скинул напрямую ваши контакты, чтобы каждый мог вам позвониться, сказать, смотрите, специально для вас мы сделаем хорошее предложение, приезжайте. Но нужно учитывать то, что из 100% участников 80% это люди с далеких городов, можно сказать, со всей России, и им придется прилетать в Москву вообще на самолете. И вот важным условием является, чтобы они прилетели, забрали автомобиль одним днем, ну максимум два дня, чтобы не было вот этого недельного ожидания ПТС. И вот сейчас у нас идет действительно самый интересный момент, то, что мы собираем цены. То есть я уже смотрю, анализирую, но тут начинают всплывать первые подводные камни уже со стороны дилеров. Напомню то, что многие участники проговаривали так, то, что участвуем на октябрь, ноябрь, декабрь. Когда будет лучше предложение, тогда и будем покупать. Но вот дилеры со своей стороны говорят так, то, что вот вам предложение, но оно действительно в течение, например, 10 дней, там, условно до конца месяца. Что будет в октябре, что будет в ноябре, в декабре, никому неизвестно. Возможно, цены станут выше. Ну, как обычно, они все начинают репелировать о том, то, что вот завтра цена изменится, завтра будет все дороже, поэтому все бросай, приезжай сейчас. По факту же, по своему опыту могу сказать обратное, то, что наоборот, в октябре, в ноябре, в декабре предложения будут еще выгоднее. Сейчас хочу обратиться ко всем участникам. Друзья, если вдруг вы найдете какое-то реально крутое предложение, пишите обязательно мне. Я вам уже по факту смогу сказать то, что действительно ли оно стоящее, или же есть смысл ждать дальше. С уверенностью могу сказать, что из 100% участников 80% по-любому будут довольны. Потому что многие из вас из регионов, где есть только один или два дилера, а в Москве их дофигища, огромная конкуренция. Поэтому я думаю то, что вас предложение заинтересует, и здесь только нужно будет сделать расчет. Вот эта дорога, то, что вы полетите в Москву, по-любому будете где-то, возможно, на одну ночь оставаться. В общем, все нужно будет посчитать и понять, насколько же вы останетесь в плюсе. И вот здесь, подводя краткий итог по ценам, могу сказать с уверенностью, что к концу сентября уже по-любому все списки у нас будут именно с ценами. И мы начнем уже выбирать какого-то одного-двух дилеров, с которыми мы будем работать. И я, конечно же, смотрите, 80 человек участников, то есть я не буду стоять там, да, на камеру зачитывать каждый список. Я сделаю кратенько, чтобы вам было понятно, вторая комплектация, вторая, третья, четвертая, что по ней предлагают. То же самое сделаю по камере, то же самое сделаю по Kia Optima. И таким образом вот вам, просто, участникам или зрителям, будет сразу понятно, о каких скидках, подарках идет речь. И вот сейчас мы плавно переходим к третьей теме, про которую я сказал в самом начале, что я обязан с вами ее согласовать. Друзья, здесь я хочу просто по-человечески с вами пообщаться, рассказать вам всю ситуацию. Ну, смотрите, я честно говорю, я не ожидал то, что столько времени очень много будет на все это дело уходить. Каждый день по 3-4 часа реально после работы нужно сидеть, прозванивать, собирать всю информацию. Более того, то, что я сейчас собрал, это же не конец. Теперь придется еще ездить по всем дилерам, проверять, чтобы все было по-честным. Потому что по телефону они могут рассказывать одно. Нас очень много людей, и я за каждого из вас несу ответственность. Ну, представляете, что будет, если кто-то прилетит, например, из какого-то города, там, да, издалека, а ему начнут говорить, ой, извините, а такой машины нету, ой, а ПТС задерживается. То есть я должен все проверить 150 раз, чтобы у нас не получилось ни одного человека, который будет недоволен. Поэтому в любом случае это время, а, соответственно, это деньги. А на проект нужна какая-то копеечка. И здесь как бы кто-то сейчас скажет, что какая копеечка, что сейчас будет? Да будет сейчас следующее, то, что я нашел нам для проекта спонсора, потому что я не буду ни с кого из вас ничего просить. Кто-то скажет, слушай, Диман, да может быть просто надо было каждому участнику по 1000 рублей попросить. Нет, ни 500, ни 100 рублей. Зачем мне с вас брать денег, правильно? Зачем я буду просить денег, например, с какого-то дилера за участие, чтобы дать ему списки? Но это будет не совсем корректно, это уже будет не совсем честно. Поэтому для канала я привлек стороннего человека, который, можно сказать, нас будет спонсировать на протяжении ближайшего месяца. А этим спонсором у нас выступит сайт Юремонт, который является агрегатором автосервисов. Заходя на их сайт, вы заполняете простую форму, где указываете ваш автомобиль, год, пробег, и что вам нужно с ним сделать. Вы прям прямым текстом можете написать, то, что нужно произвести замену масла, поменять задние тормозные диски, или же вы, например, попали в какое-то легкое ДТП, и у вас есть какие-то проблемы по кузову. Вы можете приложить также фотографии, чтобы людям понятно было уже наглядно, что нужно будет с автомобилем делать. После того, как вы отправляете заявку, вы начинаете в ближайшие сутки получать уже реальные предложения, из которых вы можете сами выбрать, где вам комфортнее будет делать автомобиль. Возможно, этот сервис будет находиться прямо рядом с вами. Либо же вы найдете сервис подальше, но там будет наиболее приятная цена для вас. Я же, чтобы не быть голословным, все проверил на своей личной шкуре. Вот я зашел на сайт, вы помните, что у меня есть также Ниссан Мурана, у которого очень сильно облез руль. И раньше, когда я обращался в сторонние сервисы, мне называли цифру примерно 7-8 тысяч за перетяжку, исходя из того, что руль идет с подогревом. Минимально, что я находил, это 6 тысяч рублей. И вот ради эксперимента я просто решил проверить, что же получится с этим сайтом. Отправил. И в течение суток пришло одно предложение. Одно. Но оно было реально крутым. 4 тысячи рублей мне назвал сервис за эту услугу. Я созвонился, проверил, ничего ли они не ошиблись. По факту реально все так. Вот даже сейчас на экране вы видите мою заявку. И уже в ближайшую субботу я отправлюсь к ним с целью перетянуть свой руль. Поэтому услуги сайта U-Remont можно считать действительно добротным. И я очень рад, что в ближайшее время мы с ними посотрудничаем. И я вам по-честному буду рассказывать про все плюсы и минусы, с которыми я столкнусь. Ссылку на сайт оставлю в описании. Обязательно переходите, ознакомьтесь. Наверняка кому-то из вас он будет полезен. Друзья, они наши первые рекламодатели на канале. Но дело это без зазрения совести, потому что многие из вас адекватные люди писали, Дима, если будет кто-то толковый, кого будет не стыдно пропиарить, ну сделай это, почему нет? Денежка никогда лишней не бывает. И сейчас как раз именно тот момент, когда денежка пойдет во благо нашего проекта. А тем 5% которые всегда скажут, ага, продался, дизлайк, все нечестно, все неправда. Ну ты, наверное, каждое утро встаешь, идешь на работу и в конце месяца просто рукопожать. Тебе говорят, красавчик, ты просто молодец, очень хорошо потрудился в этом месяце, ждем тебя снова. Нет. Все в этой жизни в какой-то степени делается ради денежки. И в нашем случае это денежка по это наше развитие. Вот таким получился данный видеоролик. Обязательно напишите в комментариях, что по вашему мнению будет считаться реально крутым предложением. Прям напишите модель автомобиля, комплектации, что бы вы хотели бы получить, что например минус 150 тысяч рублей, это прям будет вау круто. И что бы дали в подарок, допустим, спутнику и сигнализацию, или же комплект зимних колес. Напишите, что вы думаете по поводу программы 10% на первый автомобиль или семейный автомобиль. Кому-то из вас может быть это действительно полезно. В общем, выскажите ваше мнение, если вы уже принимали в нем участие. Ну и конечно же высказывайте полностью ваше мнение за наше первое рекламное сотрудничество, что к нам на канал пришел наш первый спонсор. Будет интересно почитать. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канал. Там выходят всегда только анонсы. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok